Раньше мы ходили в магазин, теперь магазин сам приходит к нам домой. Продукты, одежда, бытовая техника, лекарства, любые товары можно заказать через интернет. Казахстанцы все активнее используют эту возможность. И наш репортаж о плюсах и минусах электронной коммерции. Нинагуль Жуманьязова начинает свой день с социальных сетей. Для ее семьи, которая уже превратилась в целую династию мастеров, интернет стал прекрасной возможностью продавать свою продукцию. Традиционное, приданное для невесты, свадебные платья и серебряные украшения в национальном стиле. Безо всякого магазина уникальные изделия находят своего покупателя через всемирную паутину. Иностранцы много брали, когда приезжали, как сувенир, как подарок. Но сейчас уже начали более активно свои местные наши жители приобретать. Зачастую подарок друг другу дарят казахским орнаментом. За минувший год жители Казахстана потратили, не отходя от компьютера, на товары и услуги 900 миллионов долларов. Очень важно, что все эти суммы фиксируются, и доход электронных магазинов не скроешь от налогов. Статистику продаж ежегодно подводит Казахстанская ассоциация интернет-бизнеса. Она объединяет крупнейшие виртуальные торговые площадки страны. Их сегодня уже около 80, и чуть ли не с каждым днем становится все больше. После того, как интернет появился в каждом доме, наша жизнь уже не будет прежней. И для многих казахстанцев это полностью перевернуло все представления о том, как можно заработать. Момент, когда происходят изменения в парадигме, и люди начинают покупать в интернете, это когда 20% населения находится в интернете. Мы это прошли в 2019 году. То есть в 2019 году в Казахстане 20% населения уже было в интернете, люди стали покупать. И в принципе все те интернет-магазины, которые запускались после этого времени, если они грамотно запускались и не было никаких ошибок, то в принципе они добивались успеха, выходили в плюс, и сейчас они зарабатывают. Предприимчивые люди сразу ухватились за эту возможность. При том, что по сути у казахстанской электронной коммерции позади меньше пяти лет развития, этот рынок активно продвигается вперед. Ему не помешали даже два крупных скачка в стоимости национальной валюты, которые произошли за это время. И интернет-торговля, пожалуй, единственная сфера, которая показала за 2016 год устойчивый рост. Общий оборот увеличился на 100 миллионов долларов. На фоне мировой нестабильности, когда традиционно прибыльные отрасли подводят инвесторов, электронная коммерция стала очень привлекательной для вложений. Идея абсолютно не проблема. Самая главная проблема и самое главное в то, во что нужно вкладывать деньги, это в команду. То есть если вы видите, что напротив вас сидят люди, которые действительно есть уже какой-то опыт, они что-то уже внедряли, или их там послужной список не в электронном коммерции, а в каких-то других вопросах он достаточно высокий, то чаще всего люди инвестируют именно в команду. Но вот как раз профессиональная команда для этой сферы пока больной вопрос. Рынок требует грамотных IT-специалистов. Однако выпускники отечественных вузов постигают самую быстро развивающуюся науку по учебникам 15-ти, а то и 20-ти летней давности. И в рамках разработки программы «Цифровой Казахстан» этот вопрос ассоциация сейчас поднимает перед правительством. Ведь даже кладовщик теперь должен как минимум владеть программами электронного документа оборота. Еще одна проблема – мировая конкуренция. При наличии интернета вы можете купить товар на зарубежном сайте, но можете и на отечественном, если нужная вам вещь будет дешевле. Во многих странах снижение цен достигли налоговыми льготами для интернет-магазинов. У нас есть тут такая свободноэкономическая зона, которая называется ПИТА ЛАТАУ ПАРК ВАНСОНОТЕХНОЛОГИЙ, в которой НТС в принципе сохраняется, но зато есть пославление по корпоративному подоходному налогу, он нулевой. Соответственно, мы сейчас после послания президента, технологического послания, где он, в принципе, впервые сказал, что надо развивать электронную коммерцию, надо развивать онлайн-торговлю, 3D-принтер, он еще сказал, и это еще интересное. Первая вещь – это налоговое послабление. Мы хотим, чтобы у интернет-магазинов, интернет-сервисов была возможность попасть в ПИТА ЛАТАУ без каких-то дополнительных условий. Но уже сейчас казахстанцы покупают через интернет все больше и больше. К примеру, магазины бытовой техники. Открыв продающий сайт, отмечают, что он приносит прибыль как целая область страны при покупках офлайн. Эксперты говорят, что наиболее успешны те площадки, которые не просто предлагают свой товар, но еще и дают возможность сравнить цены у других поставщиков. Таким образом, избавляя нас от необходимости объехать несколько рынков и магазинов в поисках оптимального варианта. Важно и то, что благодаря электронной коммерции стирается грань между городом и деревней. Задача, поставленная главой государства, довести интернет до каждого дома. Пока эта работа ведется, роль связного взяла на себя почта. Ее отделение есть в каждом селе. И как только через почту стали продавать посредством интернет-программы билеты на поезда, за два месяца только в аулах было куплено 100 тысяч железнодорожных билетов. Сейчас почта активно работает над тем, чтобы наладить доставку любых товаров в сельскую местность. По электронной коммерции у нас задача, во-первых, связать город с селом, то есть через подобные отделения, чтобы наши граждане могли из города заказывать себе необходимые качественные вещи. Так как 49% нашего населения живет в сельской населенной местности, наше преимущество в том, что мы будем им оказывать максимальное количество услуг. Так как Казпочта является социально направленной компанией, сам РУК Казина в рамках трансформации выделил 3 миллиарда тенге, для того, чтобы мы модернизировали 400 отделений почты. Новые правила торговли диктуют и новые правила развития инфраструктуры. Кроме повсеместного интернета, необходима и повсеместная доставка. Поэтому логистика выходит на первый план. Благодаря модернизации получать свой заказ из интернет-магазина на почте стало очень удобно. Раньше заполнял долго. У них там анкета целая, а 4 я просто постоянно с Китая заказываю посылки. И долго это было, очень долго. А сейчас быстро я номер 15 ввел, полка сразу взял, девушке отдал и все, и получил. То есть, ну, реально, наверное, раза в два быстрее, чем это раньше было. Как и любое новшество, электронная коммерция сразу приобрела как сторонников, так и критиков. Рассматривая это явление с разных сторон, многие опасаются, что развитие интернет-услуг увеличит безработицу. Но если вы заглянете за кулисы сайта магазина, то увидите, что для нашего комфорта трудятся тысячи программистов, снабженцев, специалистов по логистике, люди обслуживают огромные склады с продукцией, сортируют и доставляют ее до нашей двери. Более того, стали появляться новые профессии и рабочие места. Ведь через сеть продаются не только товары, но и услуги. Один из лидеров этого направления – сайт, через который можно купить билет в кино, на концерт, на спортивный матч и любое другое развлекательное мероприятие. И эта услуга становится мегапопулярной. За четыре года компания продала один миллион билетов, а лишь за последние полгода еще 500 тысяч. С каждым днем на сайте появляется все больше предложений для интересного досуга. Мы предоставляем клиенту полную свободу, во-первых, выбора мероприятий, и, во-вторых, выбора способа оплаты. У нас порядка 13 способов, и человек гарантирует себе место в зале, даже не выходя из дома, либо пути вообще на мероприятие. Он может ехать в пробке, тут же купить билет, и уже не думать про это, и это не будет его головной болью. Я думаю, что сейчас человек, именно когда встанется, он достаточно вдумчиво начинает относиться именно к любому способу покупок. И таким образом, если раньше мы обучали людей, как это делать, то сейчас вот это понимание, оно приходит к людям самостоятельно. Наряду с добропорядочными бизнесменами, возможностями интернет-коммерции воспользовались и мошенники. Айбол Челимбаев заказал через Инстаграм многофункциональный бортовой компьютер для автомобиля. Полученная посылка его разочаровала. То, что мне прислали, это обычный видеорегистратор, который стоит на базаре 5000 тенге. Но узнал я об этом только после того, как оплатил на почте посылку 22 тысячи тенге. Отправить назад не получилось, адрес вымышленный. На звонки продавец отвечать перестал. Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют с настороженностью относиться к частным объявлениям о продаже или же заранее обговаривать все ситуации. Но надежнее все же пользоваться ресурсами, которые имеют хорошие отзывы клиентов, у которых прямо на сайте прописана политика оплаты и, главное, возврата товара, если он вам не понравился. Если вы платите наличными, магазин должен предоставить возможность сначала хотя бы визуально оценить товар. Если платите картой, то при возврате товара, если это оказалось не то, что вы хотели, или продавец не выходит на связь, надо просто позвонить в свой банк. Банк, в принципе, он обязан, согласно вашему договору, если не прошло 90 дней от момента транзакции, сделать вам возврат этой суммы. То есть он забирает эту сумму у магазина, ложит ее вам на карточку, а, соответственно, с магазином уже дальше банк разбирается. Потому что магазин не имеет права настроить у себя оплату по карточке, если он не заключил договор с банком. То есть он в любом случае с каким-то казахстанским банком он имеет договор, значит, его безопасность этого банка проверяла. И, соответственно, если они каким-то образом пропустили мошенника, это проблема безопасности банка. Магазины, входящие в ассоциацию интернет-бизнеса, стремятся сделать свою работу максимально прозрачной. Они также занимаются просвещением казахстанцев, чтобы те не стали жертвами мошенников. Параллельно активисты работают над проектом, который научат жителей Казахстана не бояться покупать в интернете. Развитие интернет-торговли даст обширный эффект и позитивно отразится на расширении ответственного чистого бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова